ЦСКА Субер не был игроком основного состава в ЦСКА И он уже, насколько я понимаю, подписал контракт с Хоффенхаймом По крайней мере в интернете есть фотографии его в майке новой команды И, как сказал гендиректор команды Роман Бабаев Его продали дороже, чем купили год назад То есть, может быть, как раз эта разница позволяет и окупить зарплату Цубера на протяжении всего этого года И даже остаться в плюсе То есть, так или иначе, по-моему, когда ты продаешь игрока скамейки за больше деньги, чем купил Это же само по себе круто Потому что так происходит далеко не всегда Ну, а с игровой точки зрения, все ли сделал ЦСКА, чтобы помочь Цуберу раскрыться? Чья здесь вина, что игрок, по сути, не проявил себя так, как от него ждали? Потому что, я думаю, что все-таки, когда ЦСКА покупал Цуберу Он не держал в голове, его менеджеры не держали в голове возможную перепродажу с плюсом То есть, задача была не наварить на Цубере, а интегрировать его в командную игру И это не получилось Вот в чем причина, на твой взгляд? Ну, в том, что он просто по уровню ниже, чем те игроки, которые были у ЦСКА Чем Тошич, даже чем Миланов Потому что Миланов как раз выглядит очень перспективным человеком Который, мне кажется, ЦСКА через пару-тройку сезонов может продать за действительно большие деньги Как это уже неоднократно происходило Там с тем же Жоли и еще с кем-то Но перед этим он принесет пользу на поле Что не смог сделать Цуберу? Надеюсь, надеюсь Но это уже вопрос к Цуберу Ведь задача ЦСКА не только помочь Цуберу развиваться в плане своей личной карьеры Задача ЦСКА выигрывать титул И ЦСКА выиграл все, что можно, когда Цубер был в команде Так что здесь, мне кажется, ЦСКА переживать не должен ни капельки Сейчас мы говорим о том, что ЦСКА, в общем, пока показывает 100% результат Но обойма, которую Слуцкий использует, достаточно узкая На твой взгляд, приобретение НАТХА В чем, прежде всего, его плюсы? Ну, по-моему, вот так вот я предваряю, может быть, твой ответ Скажу, что минус, по большому счету, один Это не тот паспорт, да? Ну, в этом смысле, да Но я, когда узнал, что ЦСКА подписал НАТХА Обрадовался, потому что мне нравится тот состав Который сейчас у Слуцкого подбирается И, по-моему, трансфер НАТХА Это абсолютно топ-трансфер для ЦСКА в этой ситуации Потому что игрок с опытом выступления в нашем чемпионате Который по своим игровым характеристикам Подходит для команды Слуцкого Он играл у Бердыева А там тактике уделяется очень много внимания То есть его не надо ничему учить Он уже готовый, абсолютно Футболист, выходить на поле прямо сейчас Ну и более того, он достался ЦСКА бесплатно Вот это, по-моему, вообще просто абсолютно ключевое Во всей этой истории Потому что, представь, команда подписывает НАТХА Они, конечно, не игроки одной позиции Но в одно трансферное окно Ты продаешь дороже, чем купил игрока скамейки При этом, в принципе, под основу берешь игрока за бесплатно Ну и к тому же, очень много разговоров о том Что в ближайшее время все-таки Роман Еременко Окажется в составе ЦСКА И тогда, мне кажется, вообще можно будет Слуцкому быть довольным Тем, как прошла трансферная кампания Тогда возникает вопрос Расму Сельм Вот ЦСКА неоднократно подчеркивал Что вот эти все трансферы Они не должны трактоваться Как готовность расстаться с Эльмом Ну а тогда, получается, по-моему, перебор там В центре нет? В Сауне еще Может быть и получается Но мне кажется, что все-таки Еременко это скорее конкурент Панченко и Дзагоеву То есть там, в принципе, уже есть два человека На эту позицию Но Еременко может играть и на фланге Что он в Рубине неоднократно делал И, по-моему, Еременко это игрок Высочайшего класса для нашего чемпионата Он вполне годится, на мой взгляд И для хорошей команды европейской А для нашего чемпионата Это просто великолепная игра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова